Сколько нужно комитетов, чтобы включить один светофор? Четырех оказалось недостаточно. Перекресток Красносельского шоссе и Колобановской улицы официально признали ничьим. Такое заключение выдала дирекция по организации дорожного движения. В бюрократическую дыру попали полтора километра дороги от Кат до Полевой улицы. Поводом для расследования стал светофор, который установили год назад на спорном перекрестке. Его возвели за счет средств с соседнего магазина. Аварии здесь происходят буквально через день. Светофор мог бы решить проблему, но ввести объект в эксплуатацию оказалось невозможно. Данный участок дороги не находится на обслуживании комитета по благоустройству города, исходя из письма. Не находится на обслуживании комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. И два комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга и комитета имущественных отношений Ленинградской области не могут определить правовой статус данного земельного участка, данного участка дороги. Недавно светофор включили на один день в тестовом режиме. Отчет планируют показать дорожникам. Но что дальше – вопрос. Чиновники предложили заменить его надземным переходом за счет инвестора. Муниципалы разводят руками. Вряд ли частная компания согласится оплатить такое строительство. И планируют отправить запрос в комитет по инвестициям Петербурга. Может, у них найдутся деньги. Иначе на перекрестке Красносельского шоссе и Колобановской улицы еще долго будет мигать желтый.